Приветище! Это Субнатика Нижнуля и мы едем к червям. Кстати, пока я плыл, я прочитал про вот эти ударники, батареи ударника. Тут говорится про ледяных червей и про то, что этот ударник действительно их привлекает. И говорят о том, что эти ударники очень быстро высаживают батареи. Кстати, когда я там был, я почему-то не видел, куда можно батареи вставить и какие именно батареи. Вот сейчас мы туда приплывем и посмотрим, как активировать эти ударники. Кстати, да, пока мы тут плаваем с тобой, надо взять небольшое количество рыбок. Правда, это будет место занимать, но что поделать. Возьмем вот немножечко рыбки и попробуем покормить маленьких ледяных мишек. И вот это вот еще возьмем. Прибыли! Погодка нас не радует и не жалует. Выходим отсюда, воспользуемся нашим крабиком. Крабик без тебя никуда. Вылазим. Блин, почему постоянно в корабле у нас вода? Прямо напрягает. Да, нет, пожалуйста. Хранилище, конечно, надо высвободить. Давай-ка мы с хранилища вытащимся. О, еще куча. Так, вот это надо забрать, сделать себе воды. Нормально сделать воды. Ой. Давай подумаем, куда это все теперь раскидать. Тут место у нас вроде где-то подосвободилось немножечко. Так вот. Да, немножечко есть. Мост у нас выдвинут. Его никто не трогал, и это очень хорошо. Это говорит о том, что пингвины здесь не бродили. Теперь нам нужно дойти до ударной установки. Тут наш модуль стоит. Надо посмотреть заодно, что там нужно для нашего полярного лиса. Значит, батарейка и магнетит. Все это есть у нас в мореходе. Потом вернемся, сделаем по новой. Значит, ударная установка у нас была где-то здесь, кажется. Куда-то сюда нам надо было идти. Сколько тут титана-то под ногами валяется. Это же титан. А, медь. Вот же ж, зараза, ты посмотри, что с погодой случилось. Вообще нифига не видно. И как я так что найду? Вот она, вот она, я ее нашел. Слава богу. Ну, значит, вылазим и ищем, куда здесь батареечки воткнуть. Куда ее поставить? Генератор вижу. А куда втыкать батарейки не вижу. Вот это что такое? Опачки. Сейсмический ударник. Вон оно что, я его в прошлый раз просто не нашел. Так, так, так. Где он у нас? Сейсмический ударник. Вот он, сейсмический ударник. Ударяет по земле. Магнетит, батарейка и титан. Значит, нам нужно его сейчас сделать. А вон там что такое красное валяется? Тоже это? А, это просто лампочка. Значит, возвращаемся на мореход. Делаем этот ударник. И потом мы можем туда в зону ледяных червей проникнуть спокойно. Они нас не будут отвлекать, не будут нам мешать. Как думаешь, если я туда вниз прыгну? Я что-нибудь себе сломаю? Ой, ой-ой-ой. Не знаю, куда упал. Прям уже страшно становится. Ну что? Значит, магнетит и батарейка. Магнетит и батарейка. Все, он у нас есть. Можно сделать. Отлично. Сейсмический ударник создает непрерывный шум за счет усиления звука удара и используется шахтерами и исследователями на опасных участках для отпугивания нежелательных существ. Вот так вот. То есть можно и против медведей использовать. Кстати, надо мишек найти и покормить их. Сейчас сходим. Пока рыба у меня не сгнила там окончательно. Я хотел еще взять магнетит. Где магнетит? Вот, два магнетита. Что там еще? Батарейка, по-моему, тоже нужна была, чтобы сделать полярного лиса. Все, вылазим. Делаем нового полярного лиса. Надеюсь, в этот раз он проживет подольше. А еще мне бы снега тут где-нибудь найти. Вот, пожалуйста, снег. Три штучки. Делаем воду. Воду, воду, воду. Вот и славно. Пьем. Есть не буду. Сырую рыбу. Так, полярный лис у нас готов. Все, можем садиться и ехать. Проверять наш ударник. Надеюсь, ночь не наступит в ближайшее время. Шапку забыл. Ну ладно, буду немножечко... Хотя, когда я на полярном лисе, я не мерзну. Что очень странно. Let's go! Быстрее, вперед, вперед. Если увидишь медведя, кричи. Попробуем его покормить. Не знаю насчет больших. Так, теперь вопрос. Куда поставить этот ударник? Где лучше его поставить? Значит, вначале давай вот эти все вот проходики изучим. Короче, этот проход у нас привел к шахте и ударнику. Получается, что тут два прохода. И все они ведут к полянам ледяных червей. То есть, вот сюда. Ладно, как я только услышу шорох, сразу буду гнать. Смотри, какая огромная пещера. Что, 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 что? Нет, 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 только не так. Быстрее! Опа! Сзади нас выскочил, да? Нифига себе, как он пробурил тут дорожечку. Так, мне нужно срочно починить... Я и не думал, что они и по пещерам могут вот так вот лазить. Буря земля. Надо починить свой полярный лис, иначе он все сдохнет. Давай, скорее ремонтируйся. Очень хиленькие полярные лисы, прям капец. Как спичка. Отлично. Все, можем продолжать наше путешествие. Что там за... Опа-на! Гляди-ка! Гляди-ка, гляди-ка, гляди-ка. Инопланетные технологии. Давай-ка отсканем. Кабели архитекторов. Алан, может, что-нибудь скажет? Давай почитаем. Эти высокоплотные кабели архитекторов были проложены между различными известными участками деятельности архитекторов на 45-46Б. Оболочка кабеля содержит внутри нечто, что по сути является линией связи из многомодового оптоволокна физически экранизированным микроскопическим слоем сжатой алмазной пыли. Сколько за умных слов. Ну, в общем, я надеюсь, ты что-то понял. Я не шиша не понял. Я понял, что это типа интернет. Кабель интернета. Ладно. Видимо, все-таки здесь что-то и да есть. Не зря подписчики посоветовали сюда вернуться. Это выезд из пещеры. Лесенки, наверное, тут не зря. Давай поднимемся. Это я заберу с собой. Да не садись ты в него, а забери ты его с собой. Тут, кстати, вон даже написано полярный лис. Как его забрать-то? Раньше забирал, сейчас не могу забрать. А, места, наверное, у меня нету, да? Да нет, места навалом. Во! Все, четко полезли. Проверим, что у нас там наверху. Жрачка, жрачка, жрачка. Надо собрать, поесть. Вот что у нас тут наверху. Пару морковин съедим. Вот и все. А, я тут был. Смотри, ящики открыты. Да, значит, я тут был. Понятно. Блин, уже вечереет. Надо, короче, отсюда валить. В пещере слева мы были. И давай попробуем теперь в эту сторону съездить. Капец, погода испортилась окончательно. Еще и вечереет. Это прям жесть сейчас будет. Дабл ужасная обстановочка. Короче, выехали мы к нашему жилому модулю. И это очень хорошо. Вылазим, чиним опять наш велосипед. Потому что он опять поломался. Что это за ведро? Гравитационное. Вечно ломается. Говорили многие, разбери ты этот жилой модуль. Зачем он здесь? Все нужно. Все продумано. Вот там сейчас ночь, а в ночь я волоску не хочу делать. Сейчас посплю и будет день. Вот и все. Даже завтракать не буду, поеду на вылазку. Полярный лис, надеюсь, пингвина у меня не сперли. Все на месте, четко. Ну что ж, поехали. Надеюсь, черви еще спят и я спокойненько, спокойненько тут покатаюсь. Радует, что хотя бы видимость, какая-никакая, но есть. Все в тумане, правда. Ну ладно. Значит, где мы еще не были? Нам надо дальше проехать. Вон туда. Вон, вон, смотри, что это там такое лежит, интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. По-моему, это инопланетные тоже штуки. А, так мы тут были. Точно, мы тут были. Мы тут нашим роботам ионные кубы доставали неподалеку. Да, вот здесь вот мы лазили. Это я помню. Отлично. Вон наши водоросли лежат. Точнее, наши кирпичи, которые я тут наделал. Давай слезем. Знаешь, что у меня есть? Подожди, подожди. Да, блин, я тебе покушать хотел дать. А ты, а ты негодяй. Так, рыбка, рыбка, рыбка. Смотри, 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 вкуснятина. Будешь? Нет, нет, не будет. Ну и пошел он в пень тогда. Ой! Чертов велосипед убрался в рюкзак. Что, ты меня убил, что ли, нет? Бежим нафиг. Бежим. Куда сейчас запрыгну? Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ну же, да. Банька. А-та-та. Баньку бы сейчас сходить. Фух, вот так вот он меня не достанет. Аптечка есть у меня с собой? Отлично. Нет, только не ты. Я стою, я стою, я ничего не делаю. Он что, прям в меня вошел сверху? Я просто стоял, не шевелился. И он мне, в принципе, ничего не сделал. Так, это очень здорово. Мы поняли, что ледяные черви проснулись. Давай мотоцикл. Мотоцикл без тебя никак сейчас. Зачем ты лезешь в этот отсек? Не надо. Все, гоним. Гоним, гоним, гоним. Вот сюда, в эту пещерочку. Посмотрим, что у нас тут. Главное не поломать. Это наш мопед. Это же... Ты видишь, да? Это же инопланет... Сколько здесь ионных кубов? Это же клад просто целый. Ионный куб. Для сбора этого ресурса требуется специальное оборудование. Ну, то есть бур. Надо сюда крабом идти. Офигеть, вот это залежи. Ну, круто. Едем дальше. Да, парасотей. То он не собирается, то он собирается. Фиг поймешь. Еще и в отсек с улучшениями заходишь. Бесячий полярный лист прям вообще не могу. Ладно, поехали выше поднимемся. Посмотрим, что выше у нас тут. Тут выход. Ну, хорошо, допустим. Тогда поехали туда еще проверим. В ту сторону. Надеюсь, там есть проход. А если его нет, то печаль. Ну, там вроде бы тупик. Так, куча медведей. Детенышей пока не вижу. Да, здесь тупик. Походу, дальше никак. Ладненько, че. Надо попробовать поставить ударник. Посмотреть хоть как он работает. Вылази. Медведь. Сраный медведь. Рыбку ему тогда предлагал, он не захотел. Говорит, нафига мне эта сопля? Я лучше тебя сожжу. Ты такой большой, аппетитный. Так. Вот здесь вот ситанием. Ну, я не знаю, надо ли его использовать. Не надо, потому что вроде сейчас нам черви не мешает. Вот так вот эта штука выглядит. Я ее просто кину. И вот, смотри, она. Начнет сейчас херачить. Так, так. Медведей она не отпугивает. Эта штука. Блин, едем, едем, едем. Там сзади за жопу меня чуть не куснули. А, вот эту область надо только. Все понятно. Топлинский медведи. Вот вы капец. Так, я чувствую, что... Оу, прям. Я не шевелюсь, я не шевелюсь. Я не шевелюсь. А где мой мотоцикл? Мопедик. Я не шевелюсь. Я вижу его пузик. Мопед мой. Драгоценный. Понятно, короче. Черви меня с этим ударником не будут трогать только в определенной местности. Я-то думал, что я поставлю где-нибудь в конце другой карты. Поеду куда-нибудь. А все черви слетятся на ту точку, куда я поставил ударник. Да штопанный насос, а. Ребят, ну отойдите вы, а. Я просто хочу ударник забрать и все. И как бы... А на мопеде у меня получится это сделать? Интересно. Вот так вот, быстренько. Хоп. Хоп. Все, пока, ребят. Пока, да. Рыбки не захотели, так сосите лапу. Черт, я застрял. О, фух, выбрался. Выбрался. Так, значит, что мы здесь имеем? В принципе, тут тупик. Там вон еще какая-то пещерка, да? Нет? Нет, тут вроде нет пещерки. Что, за мной сзади кто-то ездит? Вот тут ты достал-то, а. Что за мной? О, как вверх ногами. Спасибо, что перевернул меня. Ничего себе на башке я как прокатился. Ну и что? И где здесь могут быть остатки? Едем. Остатки. Ой, да что же такое-то? Ой, началось. Там еще медведь бежит. Да капец просто. Полный абзац был. Эту штуку достаем. Ой, как больно-то. Эту штуку достаем на всякий. Аптечка есть? Нет, аптечки нет. Чиним. Не тем чиню. Лазерным резаком хотел разрезать свой мопед. Так, еще одно попадание по мне, и мне будет криндец. Значит, куда нам надо вообще? Я, честно, не вижу, а где тут могут быть... Бежим! Вот сюда. Воу! Все, я стою, я ничего не делаю. Я стою. Ничего себе, это злой какой, кисюкан. Фух. Ну да, работает эта тема, когда ты не шевелишься, они тебе ничего сделать не могут. Да ты достал именно сюда. Бежим! Нет! У меня хп мало. Ну что вас всех, а? Бежим, нитро врубай. Бежим. Скорее куда-нибудь залезть надо. Черви, 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 черви. Он кого-то сожрал? Он медведя сожрал, ты видел? Офигеть! Он мишками питается? Ну ладно. Мишки едят меня, а мишек ест вот этот червь. Фух. Да, как мне досталось сесть на седушку я хочу. Сесть на седуху. Там я, по-моему, был в той пещере даже. Поехали, короче, домой. Подхилимся. И будем, наверное, закругляться. Мне нужно понимание, куда точно... Может быть, знаешь где? Может быть, внутри в шахтах. Надо полазить хорошенечко. Хотя в прошлый раз я, по-моему, все шахты облазил. И ничего там не нашел. Так что вот, давай, короче, я здесь останавливаюсь. Я сейчас там подхилиюсь. Черт. Там сзади кто-то вылез. Ой, нет, нет, не сюда. Мне вот сюда. Так что давай, короче, пиши в комментариях, что конкретно мне здесь искать. Есть тут части архитекторов или нет? Алан молчит, никаких сигнатур он не чувствует. Обычно, если бы тут какая-то часть тела его лежала, он бы мне сразу об этом сказал. И дал направление. Ну, короче, пиши в комментариях, что ты думаешь, стоит мне тут еще оставаться или нет. Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Было очень интересно, любопытно. В общем, не забывай ставить лайк субнатики под этим видео. Прямо спускайся вниз, ставь там свой лайкос. И не забудь подписаться, если ты не подписан, чтобы не пропустить следующие серии по этой игре. Ну, а я прощаюсь с тобой. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok